Я люблю прыгать, но стала замечать, какие-то неприятные ощущения или в стопе или потом в суставах, в коленном и дальше. Я спросила мастера ГО, как правильно прыгать. Я раньше слышала, что прыгать надо на носочек, а не на пятку, но, прыгая на носочек, я чувствовала неприятные ощущения в этих плюсневых костях или что-то у нас в стопе. Им кажется, что там какая-то технология должна как правильно прыгать. Я пробовала сейчас прыгать по-разному и на носочек и на пятку. На пятку не советую, совсем неудобно, потому что сразу все отдается по столбу, по всем суставам и даже в голову пробивает. Очень неприятные ощущения. Если какие-то где-то травмы есть, я думаю, это может быть даже опасно. Но, прыгая на носочек, все не решилось. И я спросила у мастера ГО, и он рассказал мне секрет, как надо прыгать. Вот секрет оказался в мыслеформе. То есть, когда мы прыгаем, надо держать в неопределенную мыслеформу. Я обратила внимание, что когда я прыгаю, я прыгаю камнем вниз. То есть, все мое устремление идет в ту точку, в которой я хочу соприкоснуться, если даже не дальше. Но это не подходит для прыжков. И мыслеформа должна быть не вниз, а вверх. То есть, я когда это узнала, стала настраиваться не на точку, куда я приземлюсь, а на импульс, который потом будет идти вверх. То есть, как будто бы я прыгаю чуть ли не на батут или на какую-то упругую поверхность, и сама могу от нее оттолкнуться. Вот. Несколько раз так попробовала. Оказалось, это сложно, но кое-что я почувствовала. То есть, было меньше вот этой вот отдачи. То есть, более приятное было соприкосновение моей стопы с землей. Чувствовалось уже не вот этот вот, не отдача в стопу, а чувствовалось просто вот соприкосновение, просто вот такое вот глухое столкновение стопы и земли. А дальше вот этот импульс, он не проходил, и было как-то легче дальше двигаться, и вот ощущения в момент соприкосновения были более приятными. Ну, ты и по-старому тоже сейчас прыгала. То есть, это для чего? Ну, для того, чтобы сравнить. Сравнить и посмотреть, насколько вот, насколько я могу вот это новое ощущение поймать. То есть, насколько могу сконцентрироваться на том, чтобы направить мыслеформу вверх. И для сравнения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда я прыгаю, я направляю внимание. Сначала я направлял внимание вниз. То есть, в ту точку, куда я хотела прыгнуть, все мое внимание шло туда. И получался такой бум, который отдавал по суставам, в колено отдает, в одно. Вот. А сейчас я пробовала несколько раз прыгнуть с таким вот, с мыслью, будто я отскакиваю, как мячик. То есть, касаюсь земли, но земля, это не моя конечная цель, а как будто я отскакиваю. Вот. Вот. В колено после этого не отдает. Чувствую только, как мягкие части немножко так тряханулись. Но лучше, в смысле, формы? Да, интересно. Такой очень маленький, незаметная такая разница. Вот. Но она есть. Попробую еще. Пробовала еще на пятки прыгнуть. На пятки очень нехорошо. То есть, пошла отдача по всему столбу. Вот. И по позвоночнику, и в голову. То есть, на пятки как-то неприятно прыгнуть. Еще чувствую, что ведущая нога у меня есть. То есть, у меня немножко несимметрично. Понимаю, что вот скакать вперед мне удобно вот правой ногой. То есть, левой мне как-то несподручно. То есть, это асимметрия, тоже нарушение чего-то. Интересно потренироваться с разных ног прыгать. Вот. И эта ведущая нога, на которой обычно прыгаю, с которой скатю, как раз в ней вот колено и чувствуется, когда я на него прыгаю. Она две ноги. Сейчас я даже вот руками показываю, куда направлена энергия. Угу. 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 Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Мастер Го. Прыгайте вместе с нами, прыгайте с мыслеформой вверх. Продолжение следует...